Встреча молодых журналистов Поскольку на мероприятии присутствовали редакторы различных изданий, первыми презентовали работу для молодежи они. И Андрей отчасти получил ответ на волновавший его вопрос. Работать можно везде, поле для деятельности широчайшее. Это и газета «Народная газета», и деловой убийственник «Лемовская правда», драмативно-правовой публикатор всех документов, которые получили за полную силу после публикации на страницах нашего издания специализированной издания. Это спортивная газета «Чемпион», это и террорический журнал «Намак». Это и сайт «Улправда.ру», и служба ТВ, а также многое другое, причем только в издательском доме «Ульяновская правда». А ведь еще есть телеканалы «Репортер», КТРК «Волга», различные радиостанции, интернет-порталы. Работа есть, но молодые по видению губернатора нуждаются в большей поддержке со стороны госорганов. Мы подготовим изменение в законах Ульяновской области о мерах социальной поддержки, о денег категории молодых специалистов. У нас очень хорошо работает система мер поддержки, у нас врачей, учителей, других специалистов. А как-то так получилось, что мы забыли, может быть, не актуально было на то время, о правах будущих молодых журналистов. По словам губернатора, это означает, например, то, что приезжая работать в сельскую районку, специалист получит подъемный – под стать врачу. Кроме того, помощь в выплате ипотеке и прочее. Но региону нужны новые формы и новая подача информации. Губернатор подал несколько идей для существующих СМИ, обратил внимание на информационные идеи студентов, предложил некоторые из них финансировать. В целом разговор получился информативным и позитивным. Редактор субтитров А.Семкин